друзья всем привет сразу же по приезду к нам моделей делаю обзор это у нас новинка от м.н. м.н. 82 модели в сером и в темно-красном цвете значит в комплекте идет модель аппаратуру управления сразу же поворот по аппаратуре управления пробежимся управление колесами управление газом все пропорциональное чем сильнее поворачиваете тем больше поворачиваются колеса чем сильнее нажимаете на курок газа тем модель быстрее едет по настройкам значит у нас есть двойные расходы на аппаратуре есть управление освещением фары включаются и выключаются и есть триммер первого канала то есть триммер руля если вдруг колеса в нейтральном положении стоят криво можно этим триммером триммером их подтремировать две другие кнопки здесь не задействованы кнопка включения выключения для того чтобы включать и выключать аппаратуру значит далее в комплекте идут наклейки идет инструкция кстати на инструкции можно посмотреть ту самую модель в красном цвете масштаб указан 12 далее я уже с пластикового литника снял детали здесь она зеркала заднего вида ручки элементы которые навешиваются на корпус машины хромированные детали из интересного есть логотип toyota и есть логотип м на спереди на модели уже установлен логотип toyota ну или что-то похожее на toyota да по моему toyota немного другой значок видим chrome на на модели присутствует так далее у нас фары задние это я так понимаю повторители габаритные огни зеркала заднего вида под пленочкой здесь крепежки на болтарник на шноркель по моему все переходим к модели значит модель друзьям имеет фар главного света поворотники не подключены подключить их сейчас посмотрю скорее всего можно так не видно сразу но придет скорее всего можно подключить поворотники точно можно подключить противотуманки внизу видим до отверстия по цветодиода имеется на модели установлены хромированные детали капот открывается мы учить пущу позже с вами откроем расширители вот эти самые расширители ребят рекомендую приклеивать на супер клей потому что на и мы на 78 их очень часто клиенты наши теряли внутри у нас имеется полноценный салон дверки не открываются салон в моделях м н сделан качественно ups ups чуть не уронил вообще сделан качественно в принципе за свою цену даже очень смотрите на ручки есть возле руля для переключения там света поворотников и прочее даже как этим назвать куда ремень безопасности пристегивается видите вот и фокус наложу тоже есть в общем салон проработан детально далее задняя часть у нас получается здесь пикап фокус алё крышка заднего багажника у нас открывается внутрь сюда можно наложить положить точнее много всяких разных запчасти улик все что ваша душа пожелает переводить в этой модели на и видим тоже что так сказать патрубок под то место где бензин заливается на у нас здесь тоже есть имитация даже заметьте что есть некая расшивка в общем качество моделей у фирмы м н с каждым разом все лучше и лучше сзади у нас есть надпись тойота раньше мы делали наклейки допустим на вбл c24 а здесь у нас прям полноценная надпись подключить задние фонари скорее всего можно каким-либо то колхозным данным назовем так способом потому что никакого места под установку светодиодов я не нашел сами фонари устанавливаются а вот место для светодиодов нету как такового так пахнет погнали к подвеске начать на переднем мосту у нас серого установлена на мост дает это нам хорошую поворачиваемость модель не кренится при поворотах так стандартные тяги спереди мэновские стоят стандартный мост внутри в мосту вот тут будут металлические шестеренки в остальном мост пластиковый диски пластиковые колеса такие где-то она семьдесят восьмом дыма не были такие же шины по моему да друзья и вот здесь у нас задняя подвеска отличается от тех привычных на модели и менда у нас имеются две длинные рессоры металлические под ними до находятся пластиковые рессоры имитация из интересного это у нас есть амортизаторы дополнительные да и собственно стандартный уже мост обратите внимание на крепления до этих амортизаторов и на крепление ресор здесь она как бы так сказать свое да своеобразная новая такого ранее мы не видели допустим кардан опять же стандартный пластиковый на эту модель подходит карданы от мм 78 раздаточная коробка здесь точно такая же будет как на ему не семьдесят восьмом электроникой не будет по моему тоже точно такая же как она ему не семьдесят восьмом хотя сейчас посмотрим друзья что за электроника здесь возможно и что-то пугой китайцы нам поставили на будущее до сразу наперед забегая могу сказать что в скором времени на моделях м.н. появятся обновленные аппаратуры у них будет отдельный приемник отдельный регулятор это даст нам еще большую надежность посмотрим как это скажется на цене неизвестно пока станется цена модели такая же или цена вырастет но в любом случае такое решение я считаю приемлемым потому что качество моделей повышается да у нас мы отходим от исполнения этих плат до бюджетных где в одной плате у нас все сразу мы с вами в таком случае будем получать полноценно отдельный регулятор который в случае выхода из строя можно отдельно заменить отдельно аппаратуру управления с приемником опять же при необходимости и можно будет заменить на то есть это эти решения такие они уже сами по себе намного качественней под капотом значит у нас располняется аккумулятор здесь у меня небольшого размера небольшой емкости какая нас емкость у нас здесь всего лишь 500 миллиампер часов и сюда без проблем влезает аккумулятор допустим вот на 1800 миллиампер часов такие аккумуляторы можно у нас приобрести сразу уже с разъемом 3 пиновым для модели м.н. он сюда без проблем влезает провода укладываются и тот же капот у нас закрывается давайте посмотрим под капот тут какое-то интересное приспособление есть немного непонятно для чего она я еще честно говоря а может быть это пить палочка вставляется типа наверное ребят не знаю короче петли капота здесь такие же как и на моделях м.н. 128 на дверках там такие же петли надежные ничего с этими петлями не должно случиться так ребят начать хочу я хочу сделать я сейчас первое что всякая в это навесное навесной части повешу на модель посмотрим на внешний вид ее и также интересно в этих версиях что за электроника установлена какая там плата может уже здесь стоят сразу эти регуляторы отдельные сейчас посмотрим с вами я собрал тачку вот что у нас получилось подключил уже аккумулятор передние фары загорелись нижние противотуманки вставил повторители ручки горловина бензобака раз-два вот эту запчастинку установил зеркала заднего вида они регулируются то есть вращаются на крепление своем шноркель целом единственно что не понял куда крепятся три самые логотипы как бы место на модели не осталось для того чтобы их куда-либо установить ну ладно с этим разберемся и так по управлению дорог и сказал стой не есть крутилка верхняя отвечает на за тренирование колес на видим я вращаю ее и колеса выстраиваются кнопка освещения управление освещением включить выключить и у нас две скорости так сказать двойные расходы сейчас продемонстрирую вам это тело смотрите то есть да видим что при нажатии кнопки у нас двойные расходы на модели меняли менялись точнее на модель то быстрее то медленнее ехала можно сказать так сказать что это повышенная и пониженная передача модели доступны на нашем сайте в бежевом и в темно-красном цвете партия уже у нас приехали ничего странно это прикольно так на камеру сейчас самые светодиоды здесь мерцают не мерцаю точнее такой искажение дают света вот а кстати сюда поставил задние ручки и как я сказал можно наколхозить сюда светодиоды задние фонари и задние фонари естественно нужно покрасить лактомия для этого используется в россии лак найти сейчас довольно проблематично но можно друзья если постараться то можно также можете к нам обратиться при покупке модели допустим менеджера написать на ватсап или по телефону и за там буквально я не знаю сколько рублей 200 300 вам эти задние фонари допустим сразу покрасит так давайте разберем тачку и завершим это видео кому интересно как разбирается два винта находится сзади два винта по центру и два винта спереди я полностью разбирать не буду заглянем внутрь видим там такую же плату как и было на и манах девяносто девятых семьдесят восьмых вот ребята видим раздатку такую же как на семьдесят восьмом имени с 200 по моему 60 мотором если не ошибаюсь до 260 мотор плавность хода отличная крутящего момента на модели хватает чтобы заезжать на горке на препятствия чтобы в целом преодолевать так сказать какие-то несерьезные до грязевые участки ребят несерьезные эта модель так сказать начального уровня для ознакомления с хобби для данных для дальнейшей модернизации прокачки для дальнейших улучшений визуальных ходовых в общем все что ваша душа пожелать этой моделью сделать вы либо самостоятельно либо с нашей помощью можете сделать все ребятушки ставьте лайк подписывайтесь на наш канал рассказывайте друзьям за информацией по моделям обращайтесь к нам на ватсап все ссылки есть в описании под этим видео там внизу всем отличной жизни ребят этот от китайцев я услышал такую фразу прям в голове у меня засела китайцы очень любят ее использовать по крайней мере в общении когда я с ними общаюсь до заметил что они пишут отличные жизни не отличного дня там или хорошего настроения они пишут отличной жизни ребята я вам желаю отличной жизни так друзья еще дам немножечко информации из общения с клиентами датки часто задаваемые вопросы значит мосты друзьям мм 99 с ммн 78 мн 82 этот модель который с руками держу имеют одинаковые мосты а модели мн 128 и модели мн 86 имеют уже другие мосты обращайте на это внимание просто вот визуально запомните как выглядит мост на металлические мосты на эти модели будут выглядеть плюс-минус также обращайте на это внимание крепление опять же мостов до на мн 99 крепление свое на мн 78 крепление такое же как и на этой модели на мн 128 крепление совершенно другие вот ребят разграничиваете эту информацию своей голове карданы на эту модель подходят от мн 78 здесь на морковках на выходных валах из моста диаметр вала будет 4 миллиметра на имени девяносто девятом вал выходной 3 миллиметра опять же до запомнить эту информацию то есть для этой модели в принципе от мн 78 подходят многие запчасти от 99 подходят сюда разве что только мосты металлические это так в целом ребят информация вообще если хотите не ошибиться дан так сказать с покупкой запчастей то читайте описание на нашем сайте первое что дамы в описании там своими словами простыми все это делать пишем расписываем и также еще задавайте ваши вопросы на ватсапе у нас в целом игру что прочитав описание на сайте можно понять для какой модели подходят те или иные запчасти потому что мы непосредственно каждый день ремонтируем собираем на заказ прокачиваем восстанавливаем модернизируем ребят эти модели и обладаем почти всей информацией про них что куда подходит что с чем можно взаимозаменить все ребятушки вот теперь уже точно это видео завершается